сегодня воскресенье 21 марта в москве 22 часа 6 минут и мы начинаем прямую трансляцию первой игры весенней серии что где когда первой игры сезона 2021 года против телезрителей сегодня играет финансист михаил новоселов маркетолог михаил савченко экономист вадим яковлев инженер денис элькиз психолог анастасия шутова и капитан команды двухкратный обладатель хрустальной совы магистр елизавета авдеенко против команды елизавета авдеенко сегодня играют анна ермачонок борисов жанна бойченко калининград максим круглов клин арусяк туманян ереван сектор blitz евгений дмитриев иванова денис краснов одинцова елена ленченкова на кодка сектор супер блиц елена савчук волошиха юлия уварова саранск дмитрий другов равенки 13 сектор весенние игры что где когда телезрители против знатоков игра до шести очков счет 0-0 первый раунд добрый вечер уважаемые телезрители добрый вечер уважаемые знатоки вам не мерещится елизавета авдеенко в кресле капитана добрый вечер елизавета елизавета раскроем нашу с вами тайну вы ведь давно хотели стать капитаном это не пандемия на вас так повлиял нет не пандемия чем обосновано это ваше желание нужно расти над собой вам кажется что капитана это рост да безусловно мне так кажется не падение лиза скажите а кого вы набрали в свою команду кто с вами это ваши друзья сейчас секунду блиц да честно говоря можно сказать что это мои друзья просто компания друзей и сильных игроков как мне кажется и при этом александр друзья вы не взяли в команду ну нет а начинаем с блица три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждой чтобы заработать очкозно таки должны ответить на три вопроса подряд сегодня в блице елизавета сыграют телезрители которые сняли вопросы о своих родственниках внимание вопрос 1 от александра нуждина и железногорска внимание на экран здравствуйте уважаемые знатоки я люблю пить чай и делаю это по купечески а мой племянник я бы сказал по купечески делает совсем другое и для этого ему блюдца не нужно а нужен предмет который сейчас находится в черном ящике что же находится в ящике и так 20 секунд прошло но отвечает племянник ребенок по купечески пусть будет мыльные пузыри мыльные пузыри теперь внимание правильный ответ елизавета вы очень нервничали перед игрой пока нет честно говоря не очень нервничала задача сложная я понимаю но скажите пожалуйста а по купечески пить чай это как покажите рукой то видимо так что современная молодежь делает вот держа руку вот так да и вы наверно тоже но не говорит а что делать записывает сообщения голосовые видимо по купечески пример племянник александра держит откроем черный ящик телефон когда записывает голосовые сообщения кто говорил телефон кто говорил телефон я господин ведущий михаил савченко говорил телефон у вас такой голос громкий почему же вас не услышали 10 в пользу телезрителей 50 тысяч рублей получит александр нуждин из железногорска интересы телезрителей в этом сезоне будет защищать вице-президент банка втб дмитрий бриттен бикер добрый вечер какие у вас ожидания от нового сезона ну какие могут быть ожидания от банка втб все стабильно и надежно естественно в прошлом году телезрители смогли заработать 15 миллионов рублей что может быть лучше что может быть лучше я не знаю но наверное только стать лучшими из телезрителей которые в финале года каждый получил по 650 тысяч и что в этом году в этом году также призовой фонд на каждую игру по 600 тысяч и кстати говоря нам надо открыть специальный счет в банке втб и положить на него 600 тысяч рублей в качестве начального призового фонда финала года давайте откроем это уже традиционно мы делаем на первой игре сезона все вот сейчас будет копеечка в течение года этот вклад будет пополняться и разыграют его телезрители участники финала года второй раунд уважаемые телезрители напоминаю что ваши вопросы на игру как и прежде вы можете отправлять и по электронной почте либо по почте адреса я надеюсь вы уже выучили наизусть а вот в этом сезоне вы можете просто заполнять специальную форму для вопросов на нашем сайте тв игра . ру так будет проще для вас и удобнее для нас ну а в 13 сектор есть смысл присылать вопросы только во время прямого эфира адрес 13 . тв игра . ру сейчас вы еще супер блиц вам сразу балашиха против вас играет учитель елена савчук из балашихи московской области во второй половине 19 века карл вундерлих и его помощники за 15 лет сделали более миллиона измерений в которых участвовали жители лейпцига каждый из нас знает результат того исследования внимание вопрос каков же результат тридцать шесть и шесть температуры это очень круто еще размеры рост вес не может быть какая-то география очень маленького города средний размер все население перемерли несколько раз свет глаз рост какой-то вес не знаю 90-60-90 несколько миллионов измерений это очень много это какой-то стандарт медицинский стандарт а если что это школьная программа если каждый из нас знает людей имеется умножение витимальная оценка шкала витимальная шкала в учении они сказали маленьких больших всех жителей лейпцига и его помощники еще очень средний да можно просто учебным что еще можно мерить людей так быстро давление ну не быстро средний это очень много и кроме роста веса другая антрополитрия руки, ноги и сейчас она немножко еще упала два за волосы у младенцев что-то мерили при рождении это стандарт это, по-моему, позже это 20 лет это 20 лет итак ваш ответ Вадим Яковлев ответит Вадим Яковлев Вадим ваш первый ответ в клубе что где когда прошу вас 36 и 6 в течение 15 лет Карл Вундерлих каждый день утром и вечером проводил измерения вместе со своими помощниками и в результате был сделал вывод о средней температуре тела здорового человека 36,6 градусов по Цельсию но господа Шутова или 37 в зависимости от места измерения 1-1 Интересы знатоков в этом сезоне будет защищать директор департамента коммуникации госкорпорации Розатом Андрей Черемисинов Добрый вечер Андрей Добрый вечер господин ведущий В этом сезоне команды знатоков с одной стороны останутся практически теми же а с другой практически в каждой команде произошли изменения в составе Андрей скажите а вы по характеру консерватор или реформатор ой господин ведущий вы знаете я работаю в такой организации где обязательно надо быть реформатором но консервативным понимаете Андрей но скажите вот учитывая организацию вообще как вы относитесь к изменениям ради изменений когда вот вроде они не нужны но для того чтобы что-то поменять вроде как надо ну я бы хотел вначале назвать организацию тросатом а я вас представил уже а да а вот что касается изменений ради изменений ну конечно они изменения ради изменений они не нужны то есть изменения это инструмент чтобы добиться цели и вот изменения ради для того чтобы добиться цели они необходимы с моей точки зрения благодарю вас Андрей а мы продолжаем игру прийти раут господин яковлев когда играют новые команды всегда очень трудно оценить их силу Вадим как вы оцениваете вашу команду на фоне остальных ну я к сожалению знаю не все составы наверное даже правильно ну вы же видели кто играет у нас в клубе вы хорошо себе представляете вот как вам кажется на фоне остальных вы как бы вы команда середнячок или вы будете все выигрывать я считаю что мы очень большие молодцы на любом фоне господин ведущий Вадим скажите а как вы вообще увлеклись игрой что где когда как это с чего сейчас секундочку сейчас будет супер блиц а вы пока расскажите кстати Елизавета а кто будет играть супер блиц я пока не знаю господин ведущий а там точно супер блиц давайте посмотрим находка да ну вообще посмотрите кто там прямо напротив там точно супер блиц погромче там точно супер блиц ты хочешь ты можешь а ты хочешь кто кто играет Михаил Новоселов Михаил Новоселов Вадим ну тогда потом продолжим а сейчас супер блиц три вопроса по 20 секунд размышления на каждый играет один знаток и это Михаил Новоселов добрый вечер кстати Добрый вечер господин ведущий давно вас не видел ну не так уж давно всего полгода раз уж это время внимание вопрос первый Екатерина Гуменюк из Одессы спрашивает какой мифологический персонаж согласно английской пословице утопил больше людей чем Нептун джин 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 ну потому что он мифологический насколько я знаю джин джин также является алкогольным напитком да ваша шутка понятна а теперь внимание шутка англичан англичане говорят что утопил больше людей чем Нептун Бахус бог винодерия или Дионис а все кивали головами господин Савченко вы кивали головой потому что это Дионис потому что я думал что это Бахус но это хорошо думать когда ты здесь Бахус это еще точнее чем Дионис 2-1 к сожалению вы проигрываете 2-1 в пользу телезрителей 60 тысяч рублей получит Екатерина Гуменюк из Одессы кстати госпожа Авгенька вы играли Супер Блиц благодаря помощи Александра Друзя если бы не он играли бы какой-то другой вопрос но он у нас зоркий глаз клуба он всегда чувствует когда выпал Супер Блиц мы запомним это господин Друзя ну вы сыграли уже Блиц и Супер Блиц давайте немножко переведем дух и возьмем музыкальную паузу господин Сиднев у нас за плечами уже 45 лет что где когда а 46 сезон в клубе откроет Валерий Сюткин снова бежишь по кругу снова чего-то ждешь так ты проводишь время но время не проведешь еще минута уходит в тень еще один прожитый день еще закат еще восход еще один ушедший год Вся наша жизнь театр вся наша жизнь игра все что сейчас сегодня завтра уже вчера еще минута еще минута уходит в тень еще один прожитый день еще один прожитый день еще закат еще восход еще один ушедший год еще один еще один Ещё минута уходит в тень, Ещё один прожитый день. Ещё закат, ещё восход, Ещё один бушевший год. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию «Винлайн» то ли что, где, когда представляет спортивный комментатор Денис Казанский. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Денис, в прошлом сезоне компания «Винлайн» учредила приз для знатока, который сумеет выиграть «Суперплиц» в последнем сезоне. Но так никто и не выиграл. И сегодня тоже. Да, новый сезон. Мы подумали, уж если это не повод сделать что-то новое, сделать красиво. Компания «Винлайн» вручит приз за победу в «Суперплице» первому знатоку, который этого добьётся. И мне, несмотря на улыбку, дико жаль, что сегодня это не случилось. Не случилось с Михаилом, но уж извините. Кстати, хорошие новости не только для знатоков, но и для телезрителей, для всех игроков. Тех, кто решит скачать мобильное приложение «Винлайн», может получить фрибет, бесплатную ставку. Это интересно и своё удовольствие сыграть. Благодарю вас, Денис. А мы продолжаем игру четвёртый раунд. Господин Элькис, Денис, это удивительно, но за первые 40 лет у нас в клубе «Что, где, когда» не было знатоков с именем Денис. А последнее время, судите сами, среди молодых игроков заметен Денис Галиакберов, среди юношей – Денис Потейкин. Денис Лагутин признан лучшим игроком 2020 года. Денис Элькис, а от вас чего ждать? Я очень надеюсь, что у меня так же получится хорошо, как у этих замечательных. Денис, а вы можете как-то объяснить, что случилось с именем Денис, что произошло? Борисов. Сложно, сложно сказать, господин ведущий, что-то. Вы волнуетесь? Да. Господин Друсс, я никого не забыл, по-моему, не было. Вы можете вспомнить Дениса? Нет, думаю, что нет, не помню. Александров было много. А вот, кстати, Денис Казанский еще появился. Тоже Денис. Да, ну, продолжим. Борисов. Против вас играет редактор Анна Ермаченок. Город Борисов, Белоруссия. Господин Яковлев. Да, господин ведущий. Скажите, а вы хоккеем увлекаетесь? Совсем нет. Совсем нет. Спорт — это вообще не мое, к сожалению. А кто увлекается? Господин Савченко, может быть, вы? Нет, как-то неудивительно. Я увлекаюсь, господин ведущий. Это кто? А, вот, Денис, отлично. То есть вы увлекаетесь. Там прозвище «Коман» знаете, да? Да. Ориентируйтесь хотя бы в этом вопросе. Ну, хорошо, вопрос не от нашим корреспондентам. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Когда хоккейной команде во что бы то ни стало нужно забить, тренеры порой используют вот такую расстановку. Эта расстановка называется так же, как известный вам предмет, который использует известная вам команда. Внимание, вопрос. Что это за предмет? Это черный ящик. Да, это как предмет, как звезда. Это не пятерка, пик, пятерка, это идея. Это последняя надежда, короче говоря. Ну, смотри, вот так это выглядит, да? Один в центре, остальные с боков, коробочкой. Пятернякова, пятернякова. Известная вам команда. Слушай, конверт, конверт, конверт. Да, конверт. Да, конверт. Такой термин точно существует, если что. Отлично. Что существует? Становой термин, конверт, существует. Продолжай, продолжай. Вам не показалось, что один чуть ближе с тобой? Мне кажется, ну, там диагонали снято. А диагонали снято. На что еще это похоже? Что это? Домино, вяльник, четвертый домино, карты. Например, вот такая вот расстановка. Играет, что-то шамала. Пять звезд, мы знаем? Важно, не важно. То есть, не понятно. Хороший вопрос, кстати. Возможно, просто рисунок важен, но когда? Надеюсь на это. Прошу, Елизавета, кто отвечает? Я, наверное, отвечу. Мы очень надеемся, что хорошо известная нам команда это команда телезрителей, а расстановка, потому что нам показалось, что она выглядит примерно вот так, называется конверт. Нет? А теперь, внимание, правильный ответ. Лиза, ну посмотрите на экран. Вот если всех этих хоккеистов мысленно соединить линиями, то получится фигура, напоминающая... Посмотрите на нашего распорядителя. Конверт. Атрибут команды телезрителей. Два-два. Елизавета Авгейенко собственноручно сравнивает счет. Уважаемые телезрители, весенние серии этого сезона мы будем играть по тем же правилам, по которым обычно играли в зимних сериях. Четыре команды играют в отборочных играх, а в финал серии выйдет та, которая обыграет телезрителей с более крупным счетом. В апреле вас ждут встречи с командами Балаша Косумова и Андрея Кослова. А через неделю сыграет команда Бориса Белозера. Борис, добрый вечер. Добрый вечер, господин Галачак. Добрый вечер и вам. Вы сегодня испытываете смешанные чувства? Нет, у меня нет смешанных чувств. Я болею за командой. Но смотрите, Ким, ведь чем крупнее выиграет команда, в которой играет ваша жена, тем труднее будет вам. С другой стороны, если команда проиграет, Анастасия будет не в духе. И вопрос, что хуже? Смотрите, господин ведущий, если нам нужно будет перебить команду, которая выиграет с крупным счетом, значит, у нас будет лучше шанс выйти в финал серии, господин ведущий. А, вы даже так? То есть пусть лучше крупнее выигрывают? Конечно. Посмотрим, будете ли вы такой смелый через неделю. А что делать, господин ведущий? Пятый раунд. Госпожа Шутова, Анастасия, а когда вы не в духе, вообще это опасно? Нет. Абсолютно нет. Нет? Анастасия, а вы в клубе 10 лет, но последние три сезона были без команды. Там два раза играли по случаю. Как вам кажется, команда Елизаветы Авдеинга, это всерьез и надолго, или это такая разовая акция? Это точно не разовая акция. Но для этого вам нужно выигрывать? Да. Попробуйте, попробуйте. Но пока вы проиграли только Блиц и Супер Блиц. Калининград. Против вас играет копирайтер Жанна Бойченко из Калининграда. Один вопрос Жанны не выпал на финале года, господин Лагутин, на котором выиграли вы, но это был другой вопрос. А сейчас вот этот. Они всегда рады увидеть усы или бороду, но особенно спину и затылок. Внимание, вопрос. О людях какой профессии идет речь? Орекмахер банально. Это странно. Ротари. Ротари. Кто-то... Хорошо, когда у тебя убегают. Усы и борода. Усы и борода. А ушеры там, что они говорят. Правильно. Это не настоящие усы и борода. Это метафорические. Это метафорические. Что-то такое. Как письмо, это фигура городков. Спина и затылок, то есть кто-то с спиной, да? Да, когда кто-то от тебя уходит, это замечательно. То есть не лицом. А, когда кто-то вот заберется спиной, поклон какой-то, оркестранты. Какие-то врачи, может быть, или пожарные. А ушеры кто-то? А почему? А почему усы и борода? А почему усы и борода? А почему усы и борода снимают маску, которую носит обычно? Отец пришел на руку. Да, они всегда рады увидеть усы и бороду. То есть мужчин... И до этого не видно, кто-то что-то снимает действительно, и там усы и борода. Там усы и борода. Если это мужчина приходит, они не женщины, они должны быть рады. А куда? А, пилоты, может быть, какие-то? Кажется, что мужчина сделает это лучше. Как усы и бороды помогут, короче говоря. Кто-то усы и бороды. Хорошо, да. Итак, кто отвечает? Анастасия Шутова попробует. Прошу, Анастасия. Да, господин ведущий. Пришла такая версия, что, возможно, это акушеры, и они рады увидеть усы и бороды. Значит, отец пришел на роды, но больше всего они рады увидеть, собственно, ребенка, его затылок, когда он рождается, или спинку, когда он уже родился. Теперь, внимание, правильный ответ. И перед тем, как его озвучить, я бы хотел спросить у зала, вопрос довольно сложный. Есть ли у кого-то какие-то светлые мысли по этому поводу? Думается, что это могли бы быть китобои. Они понимают, что можно целиться в спину или в затылок. Понятно. А теперь все посмотрите на Михаила Новозелова. Ну, для примера. Просто как на человека с усами и бородой. За усами и бородой, Анастасия, видите? Зачастую не видны губы. А спина и затылок, Михаил, отвернитесь. Отвернитесь. Вообще скрывают лицо. Поэтому озвучивать героев гораздо проще. Речь об актерах дубляжа. 3-2. 3-2 в пользу телезрителей. Жанна Гойченко из Калининграда получит 70 тысяч рублей от банка ВТБ. 6-й раунд. Это очень интересно. Мне так сложно было. Ладно, давайте, да. Господин Савченко, я знаю, что вы родом из Мурманска и в детстве были ботаником. Был. Скажите, ботаник – это прямой путь что, где, когда? Я не уверен, господин ведущий. Я не знаю за остальных ребят, не скажу. Но у вас такой. У меня такой. Скажите, Михаил, а как вы отреагировали, когда Елизавета позвала вас в свою команду? Какова была реакция у вас? Неожиданная. Она позвонила мне сразу после финала зимней серии. Почти сразу был час ночи. Да вы что? Да. Михаил, и еще вопрос. Вы ведь не женаты, да? Нет. Не женаты. Тогда будьте, кстати, поаккуратнее. У нас в клубе семейные пары растут как на дрожжах. Одинцова. Вот в этом году прибавились еще Юлия Лазарева с Эльманом. Колыбовым. Сейчас я вас поздравляю. А сейчас Одинцова. И против вас играет журналист Денис Краснов. Город Одинцова. Московская область. Счет 3-2. В пользу телезрителей. Внимание! Черный ящик. В черном ящике находится то, что является атрибутом того, что Николай Гоголь назвал хаосом искусств, в котором все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал всегда как-то мрачен. Окна загромождены мебелями. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Хаос, хаос. С конца. Это что-то церковное. В ешелке. В ешелке что-то происходило. Проявка фотографии. Что Гоголь назвал. Фотографии. Гоголь не мог, наверное, да? Похоже на погребальную процессию, потому что там все черное. Окни заставлены. Казино. Камера обскура какая-то. Казино. Казино. Казино заставлены окна. И что, колода карты, рулетка? Хаосом искусств. Хорошо. Колода карты, рулетка. А что, там много атрибутов? Нужен один конкретный атрибут. Хаос искусств. Ты имеешь в виду зал игральный? Да, еще. Так как зал можно положить. Что еще с искусством? Театр там? Из чего происходит искусство? Мурадоконцертный зал. Концертный зал. А что такое зал мрачен? Окна заставлены мебелями. Театр. Свет не проходит, а куча хлама. На столе куча хлама. Что-то черное. Краски. Палитра какая-нибудь, может быть, что-нибудь такое. Фотография не нравится вам? Почему фотография? Фотоаппарат? Фотоаппарат? Хаос искусств. Вы слышали вообще? Фотоаппарат? Хаос искусств. Вы слышали? Голова шел. Итак, кто будет отвечать? Елизавета. Мы бы хотели воспользоваться помощью клуба. Итак, уважаемые знатоки и гости клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде. Аукционный молоток. Это молоток аукциониста. Должен быть. Это искусств. Когда напали на все, и в зале, и в зале, и в зале, и в зале. И в зале. А у него есть? Говорят о том. Хорошо, спасибо большое. У вас еще 7 секунд. Спасибо. Мы можем передать привет. Тогда отвечайте. Да, мы благодарны Николаю и, наверное, Денису за эту версию. Денису Голиапереву и Николаю Крапеля. Да, нам кажется, что это молоток аукциониста, потому что, как правильно ребята сказали, это хаос искусств, когда очень много предметов искусства в одном месте собраны. И это называется? Аукционный дом. Это место. Аукционный дом. Откройте черный ящик. Там молоток. Хаосом искусств Голиаперев назвал аукцион. Да. 3-3. А телезритель Денис Краснов, да, господин Бриттенбихер, получит от банка ВТВ компенсацию? Обязательно получит компенсацию, потому что при помощи клуба, извините меня. 80 тысяч рублей, да? Да. Потому что ответили только с помощью клуба. Я пытался кушать, но это плохо. Лучший знаток этой игры получит от госкорпорации Росатом приз «Хрустальный атом». А определит лучшего Андрея Черемитина. Андрей, скажите, как вам игра новичков клуба? Какое у вас впечатление? Команда волнуется, у меня такое впечатление. Скажите, ну а когда вы будете принимать решение по лучшему игроку, имеет для вас значение это новичок или опытный знаток, ну, при прочих раунах? Ну, при прочих раунах хотелось бы, чтобы это был новичок, потому что открывать новые таланты – это наша работа. Ого! Хороший вопрос, я действительно чувствую себя где-то посередине. Мне кажется, что приходится принимать на себя такую роль, немножко, ну, как бы, помогать новичкам, ввиду, опять же, каких-то, возможно, хромосомных различий. Да, вот. Такого я… мне кажется, что это что-то, вот, вроде проводника энергии между Лизой и к новичкам. Что-то действительно посередине, что-то нормальное. Клин. Против вас играет программист Максим Круглов. Город Клин, Московская область. Внимание, иллюстрации! Уважаемые знатоки, перед вами три рисунка из книги «Военные упражнения для мушкета и пики». Посмотрите, Елизавета, вот так нужно заряжать ружье, так надо целиться, а так продувать ружье после выстрела. Внимание, вопрос. Кто в свое время изучал эту книгу и с какой целью? Художник какой? Художник по костюму? Художник по костюму мог быть? Художник по костюму? Рембрандт? Ты, может, снахуру рисовал, нет? Ну, изучал, чтобы поставить их в фозы. А там мужики, это что-то? Они вооружены. Ну да, они вооружены. На какой практике? А утром от Расстрелинской казни? Ну, если что, там меньше, чем руповой портрет стрелков. Это зарубежные. Это зарубежные солдаты по-испански какие-то. Ой, мои есть. Может быть, солдатиков делали. Это был век 17-й примерно. Фигуры какие-то делали. Да, это мужики. Не знаю, театр, художник. Какой-то артист. Какие-то позы. Кому нужны такие позы? Ребят, ну наверняка же какая-то картина. Яркие, очень похожи на это. Кому нужны такие позы? Еще раз. Я же услышала. Кто-то, кто разрабатывал церемониал. Прошу. Кто отвечает? Вадим Яковлев попробует. Прошу вас, Вадим. Попробуйте. Так, уже не подсказываем. Уже Вадим Яковлев отвечает. Хорошо, Вадим. Итак, мы видим на иллюстрациях несколько человек с ружьями. Вадим, мы в курсе. Переходите к ответу. Предположу, что это все-таки Рембрандт. Рембрандт? Рембрандт. В каком смысле? В том смысле, что... С какой целью? Кто изучал и с какой целью? Кто Рембрандт с той целью, чтобы лучше изобразить персонажей картины «Ночной дозор»? Внимание, правильный ответ. Господин Яковлев, мы с вами не договорили. А как так получилось, что вы увлеклись игрой «Что, где, когда»? Я, честно говоря, вспомнить не могу, но вот сколько я себя помню, я смотрю игру с огромным удовольствием. Даже пересматриваю порой старые выпуски. А играете вы с удовольствием? Тоже с удовольствием. Было объявление, когда в университете учился, да, вот в любительском составе поиграть и, ну, как большой любитель игры, да, я просто не смог пройти мимо. Сел и вот так и сижу. Вадим, но дело в том, что это пособие для стрелков в свое время изучал Рембрандт, чтобы точно написать фигуры стрелков для своей картины. Посмотрите, посмотрите, картина, вот она «Ночной дозор». Елизавета, с вашим опытом, ну неужели, если такая версия есть, вы хоть чуть-чуть сомневались? 4-3, 4-3 пользуются так вот. Ну что, перед решающим сражением реклама на Первом канале. В Москве 22 часа 55 минут. Господин Казанский, половина игры позади, счет 4-3 в пользу знатоков. Скажите, пожалуйста, вам нравится состав, который собрала Елизавета Авдеевна? Какое у вас впечатление? Вы знаете, я думаю, что однозначно да, но тут я разовью мысль. Вы знаете, такой нет командной химии, потому что вот как-то не работает это, может быть, время нужно. Но с другой стороны, прямо сейчас, на мой взгляд, команда выезжает на очень сильных игроках, индивидуальностях. И, ну, часто это бывает очень важно, поэтому я думаю, что все у них получится. Но это вопрос и опыта еще. Ну, разумеется, это вопрос и опыта. Ну, и вообще, давайте возьмем сборную России по футболу. Так уж там, не важно, кого ты вызываешь, важен результат. У шашки или ехать. Вот сборная России у нас начинает отборочную кампанию к чемпионату мира, и важен результат. Поэтому давайте болеть за наших, ну, а оставить на наших на винлайне. Продолжаем игру. Восьмой раунд. Елизавета, скажите, а какую задачу вы перед этой игрой ставили перед собой и перед командой? Мне бы хотелось выиграть с крупным счетом, господин ведущий. Вот так вот? Да. Почему с крупным? Потому что схема сезона такая, что нужно выигрывать с крупным счетом. Чтобы всем остальным было сложнее, у нас было бы больше шансов. Скажите, ну вот, за семь раундов, которые вы сыграли в кресле Капитана, вы разницу ощутили, вот, игры Капитана и не Капитана? Да, более того, я ощутила огромную разницу игры Капитаном на тренировке и игры Капитаном здесь. Угу. То есть, да. Ну, скажите, а в свое теплое кресло в команде Косума вы не хотите вернуться? По слухам, оно уже занято, господин ведущий. Саранск. Да, у нас лучше из своего кресла не вставать. Против вас играет врач Юлия Уварова из Саранска. Господин Савченко, скажите, а как вы относитесь к прекрасным незнакомкам? Прекрасно отношусь, господин ведущий. Да. А что вам известно о той, что мечтала о том, чтобы ее имя оказалось на том, что могло выглядеть? Посмотрите на экран. Вот так. А что это? Папирус? Что это? Это очень длинный список. И там какая-то каллиграфия. Арабская списка. Что нам известно? Например, какой-то атрибут. Типа красная женщина. Да, вот что-то такое. Она может быть в какой-то одежде. Она может быть с голубыми глазами. Это какая-то песня. Женщина мечтает о том, как. Это какая-то песня. Женщина мечтает о том, как. Это типа безобразные герцогиниалы. Это старая история. Женщина хочет попасть в какой-то список. Зачем-то. Или в какое-то произведение. Кем-то воспетой. Героиня, песни, стиха. Я хочу, чтобы меня запомнили, да? Я хочу, чтобы я осталась где-то. Геростратник. Зеленые рукава. Итак, кто отвечает? Господин ведущий, если вас не затруднит, повторите, пожалуйста, вопрос. А отвечает кто? Зеленые рукава. А ответит, наверное, Михаил Новоселов. Попробуй. Михаил, что вам известно о той, что мечтала о том, чтобы ее имя оказалось на том, что могло выглядеть вот так? Прошу. Возможно, нам известно то, что у ее одежды были зеленые рукава. Теперь, внимание, правильный ответ. А кто это? Это персонаж песни «Зеленые рукава». Женщина, о которой известна только эта. А, знаменитая песня «Зеленые рукава». Конечно, это известная песня. Елизавета, вы же говорили, да? Нет, Михаил, это вы говорили, что женщина в какой-то список хочет попасть, да? Угу. И вы не знаете эту женщину, но точно знаете ее желание. А на экране старинный документ. А когда у нас не знаешь, что отвечать, госпожа Авдеенко, что нужно отвечать? Столбовая дворянка Пушкин, что ли? Подобные свитки столбцы вносили имена потомственных дворян. Дворян, попавших в столбцы, называли столбовыми. Старуха из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке, мечтала стать столбовой дворянкой, вольную царицей или владычицей морскую. А вы хотите, Елизавета? Я хочу. Вы только капитаном. Я хочу. Четыре-четыре. Восемьдесят тысяч рублей от банка ВТБ получит Юлия Убарова из Саранска. Браво, Юля. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Сиднев, какое впечатление от игры Елизаветы в качестве капитана? Вика. А вы знаете, Елизавета – мой любимый игрок, поэтому я так переживаю за нее в этом качестве. Я ей желаю победы сегодня. Но я вижу, как ей трудно, потому что вот это основная проблема такого сильного игрока, когда он становится капитаном. Ему все время надо бороться с собой, да? То есть он должен видеть команду, слышать команду и при этом еще играть. Но вот мне кажется, капитанство сейчас Елизавете удается лучше, чем игра самой Елизавете. Господин Друзь, а к вам у меня такой вопрос. Скажите, а почему все магистры, кроме вас, хотят быть капитанами? Вот почему магистры хотят? Это один вопрос. А почему вы не хотите второй? Ну а почему все магистры хотят, я не знаю. А почему я не хочу, я знаю. Расскажите. Потому что я господин ведущий очень доверчив, и если мой партнер по команде говорит какую-то не совсем достоверную версию, я могу ее выбрать и ошибиться. Господин Козлов, а у вас какое впечатление от игры Елизаветы Капитан? Знаете, я смотрю игру просто не отрываясь совершенно. Даже не отрываюсь на то, чтобы здесь версии рядом послушать. Обычно все равно так прислушиваешься. Но я понимаю, что сейчас Лиза вошла вновь в реку, в которую войти невозможно. Она играет как будто в первый раз. И она на самом деле играет в первый раз. Но все плохо? Нет, Лиза, ничего подобного. Это просто новое качество, и это неплохо, это хорошо. Я понимаю, что происходит освоение. Я хочу пожелать удачи на самом деле, чтобы все было хорошо, чтобы обязательно победили. Господин Поташов, господин Поташов, и ваши впечатления? Ну, в общем, все происходит примерно так, как я ожидал от этой команды. А именно? Я ожидал сильной, уверенной игры, ожидал, что Лиза прекрасно справится с капитанскими обязанностями. Но я ожидаю, что они выиграют. Девятый раунд. Газважа Авдеенко, ну вообще обычно, конечно, когда на Пушкина не отвечаешь, может плохо закончится. Вы согласны? А бывает такое, что хорошо закончилось? Может быть. Здесь даже Вадим Яковлев по-моему, историю, что где-когда знает по слухам лучше меня. Бывало такое, что на Пушкина не отвечали, а игру выиграли? Дети, да? Дети, да, дети. Мы помним, да. Бывало. Но, тем не менее, чего вам не хватило на этом вопросе, Елизавета? Да, как-то мы немножко не вспомнили какое-то произведение фольклора или песни, где действительно женщина чего-то хотела, о чем-то мечтала. Это мы зря. Вопрос отличный. Прям отличный. А сейчас против вас играет учитель географии Арусяк Туманян из Еревана. Сначала посмотрите на часы, которые сегодня хранятся в Музее истории Еревана. Вот они. Первые городские часы были заказаны знаменитому мастеру из Тифлиса, изготовлены на средства горожан и установлены в 1891 году на здании полицейского управления Ереван. Вскоре, под часами, пришлось организовать специальный пост. Внимание, вопрос. Из-за чего пришлось установить этот пост? И что входило в обязанности караульного? Может быть, они воровали. Вы засматривались наверх, и у них воровали кошельки. Смотрите, они стоят наверху. Они следят за тем, что в манике не воровали. Смотри, рядом с часами. Типа брали за что-то деньги с воровацией. Смотрели что-то с этих часами. Они стоят на здании. Сверху, то есть оттуда. Если они сбивали часы, голуби садились на гири и сбивали время, потому что там, смотри, если все смотрят на часы, что еще может быть плохого? Они сбивают машины. Они сбивают машины. Ребята, наверное, все-таки хотелось бы, чтобы это были люди. Кто-то хотел перевести время, чтобы что-то там делать самому. В чем обязанности? Они стоят на здании. Они все подводят часы по этим часам. Это разобраться за полицейское управление, что, в общем, трудно. То есть это, видимо, что-то снизу, надо думать. Что такое тишина? Я попробую сформулировать версию Дениса Элькиса. Попробуйте. Мы думаем, что, так как эти часы были новинкой, горожане приходили на них смотреть. Часы находились сверху. Они поднимали голову, засматривались на часы. И в этот момент наверняка находились какие-то промышляющие там же карманники, которые обчищали их карманы. Вот в обязанности караульных, да, вы сказали, как раз и входило охранять людей от карманников. Ну и чтобы не было карманных краш, чтобы их было поменьше. Отгонять охранников, привлекать внимание людей к тому, чтобы они смотрели внимательно за своими ценностями, а не только на часы. Прекрасно. А теперь, внимание, правильный ответ. Скажите, Елизавета, а вы обратили внимание, что на уличных часах нет стекла? Видите, они такие без стекла. Да, видите? Во время установки его разбили. И на стрелке стали садиться вороны, нарушая точность хода часов. И тогда в полицейском управлении караульный-то это человек с ружьем. Кто говорил здесь вне простого? Кто? Я Анастасию Шутов услышал, что она говорила только голуби, если мне не изменяет память, да? Голуби тоже садятся. Ага. Не, ну я, голуби, вороны, мы бы пришли к консенсусу. В полицейском управлении решили поставить караульного с ружьем, чтобы тот при необходимости стрелял и отпугивал вороны. Честно показалось жестоко, но, видимо, зря. Отпугивать не надо, убивать. Да, да, хорошо. Отпугивать 5-4 в пользу телезрителей. 90 тысяч рублей получит Аруся Туманян из Ереван. Десятый раунд. Итак, Елизавета, сейчас решится, продолжит ваша команда борьбу в весенней серии или сойдет с дистанцией. Но ошибки уже две обидных, если не три, да? Угу. Какие? Ну, с Пушкиным. Ну, как-то совсем жалко Пушкина. Да. Ну что, надо собраться и выиграть, потому что, если вы проиграете, может так сложиться ситуация, что вы вообще в этом сезоне не сможете сыграть. Поэтому два вопроса вам надо брать, как вы говорите. Иваново. Против вас играет дизайнер Евгений Дмитриев из Иваново. Он иной раз проговаривается о том, о чем человек умалчивает. Это самое существенное в человеке. Как бы квинтэссенция личности. Все передается в нем, как в крохотной миниатюре. Записали? Тишина. Внимание, вопрос. О чем так сказал Стефан Цвей? Почерк? Почерк? Просто автограф. Миниатюра маленькая. Почерк это много. Автограф маленький. Допустим, автограф. Глаза, глаз. Взгляд с маленькой миниатюрой. Противисатель. Взгляд просто. Глаз, зрачок. Крохотная миниатюра. Отпечаток пальца может быть, не может быть? В чем он ларается, смех? Может быть. Как человек смеется, смех. На руках человек с правы 그 ничего. Крохотная миниатюра. Смотрите, какая ещё будет маленькая картинка, связанная с человеком, которой нет. Отпечаток пальцев есть. Марка, которую он наклеивает. То есть проговаривается о каком-то качестве, гордость там, да? Объектив? Объектив. Иной раз, понимаешь, всегда проговаривается. Иной раз проговаривается, не всегда. Не всегда, да. Такое случается, что можно определить характер человека по чему-то. Автограф? Ну, глаза оба, хочется говорить об обеих глазах. Он ещё спросил, записали? Может быть, это не зря. Я надеюсь, что. Хочешь почечный автограф? Ну, вот... Маленькая миниатюра. Крохотная миниатюра. Итак, Елизавета, вы мне скажите, кто будет отвечать, а я повторю вопрос. Михаил Новосёлов. Всё-таки Михаил Новосёлов. Итак, кстати, Елизавета, вы правила помните, вы ещё можете минуту в кредит брать. Давайте возьмём. Не будете рисковать. Давайте возьмём, если вы предлагаете. Нет, я ничего, я просто напоминаю вам правила. Угу. Спасибо, что напомнили, да. Итак. Так что? Миш. Отвечаете? Давайте возьмём минуту в кредит. Минуту в кредит, и потом будете дополнительную минуту досрочно отвечать. Господин ведущий. Ваше решение. Вы же капитан. Вы бы не могли повторить вопрос для Михаила Новосёлова, пожалуйста. Отвечаете. На меня смотрит. Так сами тогда и отвечаете, что отвечай и на меня смотри. Зачем? Вы тогда и отвечаете. Зачем Михаилу читать, чтобы он на вас смотрел? Отвечает Михаил Новосёлов. Михаил Новосёлов. Всё передаётся в нём, как в крохотной миниатюре. О чём это сказал, Цвей? Предположим, что так он сказал всё-таки о взгляде. О взгляде? Да. А теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Авдеенко, вы как капитан? Да. Не права. Моих намёков не понимаете. Я же вам сказал. Если вы хотите сами отвечать, так сами отвечайте. Вы на первой секунде сказали эту версию. Это почерк. Почерк. Самое существенное, что есть в человеке. Квент, эссенция личности. 6-4 в пользу телезрителей. 6-4 в пользу телезрителей. Команда Елизаветы Авдеенко больше не сыграет в весенней серии. И, вероятнее всего, и вообще в этом году. Да, госпожа Авдеенко, капитан – это тот, кто сам принимает решения, а не перекладывает на Михаила Новосёва. 50 тысяч рублей. Имена телезрителей и победителей. Александр Нуждин из Железногорска. Вопросы о телефоне. 60 тысяч рублей. Екатерина Гуменюк из Одессы. Вопросы об английской пословице. 70 тысяч рублей. Жанна Польченко из Калининграда. Вопросы о дубляже. 80 тысяч. Юлия Уварова из Саранска. Вопросы о столбовой дворянке. 90. Арусях Туманян из Еревана. Вопросы о часах. И 100 тысяч рублей. Евгений Дмитриев из Иваново. Вопросы о почерке. Аплодисменты. Готов этой игры. Аплодисменты. Аплодисменты. 25 тысяч рублей от ВТБ получит Жанна Бойченко из Калининграда. И 25 тысяч рублей. Вопрос какой? Напомните. А, вопрос о дубляже. Аплодисменты. И 25 тысяч рублей. Юлия Уварова. Вопросы о столбовой дворянке. Два вопроса очень хороших. Сложно было выбрать. Уважаемые телезрители. Вторую игру весенней серии смотрите в следующее воскресенье. 28 марта в 22 часа на Первом канале. А эта игра закончена. Спасибо всем за игру. Елизавета, ну скажите, из-за чего это произошло? Что случилось? Мне кажется, я наошивалась. Я еще на тренировках крайне плохо выбирала именно свои версии. И тут вот прям как пописано. Господин Юрьевич, вот у меня есть версия, да? Что произошло? Вот Елизавета, став капитаном, принесла в жертву свою версию, по сути. Вот если бы она не была капитаном в этот момент, и ее версия бы сыграла. Это вот проблема быть на этом месте. Когда ты должен, прежде всего, услышать других. И она не услышала себя, по сути дела. Если позволите мне... Только очень коротко. Меня игра убедила. Вот вы знаете, бывает так, проиграли. Новички, казалось, могут оставить равнодушными. Меня не убедили. Спасибо вам большое. Елизавета, и у меня к вам еще один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, все-таки после такого опыта... Буду учиться. Будете капитаном или вернетесь игроком? Я буду учиться делать это дальше. Мне интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.